МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официйное открытие выставы сельскохозяйственной техники заплановано на 8 годин ранецы. У программе так само работа тематичных районных экспозиций, концертная программа, областный конкурс «Агитбригад» заздоровило от життя и непосредственно ушанование переможца Ужнева. Начинается наша программа уже с 8 часов утра и закончится в 20.00 праздничным салютом в честь праздника хлеборобов. Я считаю, что труд хлебороба очень тяжел, но весом и значим. Поэтому, конечно, формат, который мы сегодня проводим в сентябре месяце, в ноябре, позволит при хорошей погоде много семей, которые будут гуляться по парку, наши подворья посещают, ну и, конечно, чествовать самую значимую профессию – это люди труда. Хоть стольки распросовкой святочной программы под рыхток, когда дожинок у Мозыры не обижавалася. Практично с початку года тут стартовали масштабные работы по доброупорядкованне, починаючи с бодей самого головного – дорог. Причем упорядок провели не только в улицу, по якой гости будут приезжать на свято, а и широк центральных городских магистралей. В рамках благоустройства города Мозыря уделено внимание приведению основных магистралей дорожных в соответствии с современными требованиями. Были заменены все инженерные сети, находящиеся в зоне дорог, а также произведено их расширение. Некоторые объекты на кшталт Дома Пионеров будут сдадены у наступным месяце. С этим объектом вы решили не спешаться. Будинок з'является полником архитектуры, а тому при его реставрации необходимо притремливаться певных потребований. А вот будинок драматичного театра имя Мележа принял глядачу яше летом. А последние 7 лет театр працавал на арендованных площах, что было в фильме «Незручно». Сяпер проблемы засталися у минулым. У новым будинку створены усе умовы, як для дзейшого культуры, так и для глядачау. У тымлику – людей с обезжаванными махчымыстями. Многое уделено внимание по безбарьерной среде. В наше время я считаю, что это необходимость, потому что люди с ограниченной возможностью должны посещать все заведения любого плана, в том числе и театр. На сегодняшний момент у нас есть для этого возможность. В этом году у Мазары появилось и несколько новых будинков. Среди их выритовальный пост освода. В общем, производить его пошли еще в 2003-м. Но потом на несколько лет законсервовали. По сути, это современная станция, которая позволит выритовальникам больше эффективно выполнять основную задачу – гарантовать безопасность людей на воде. Этот объект долгожданный, объект требуется для обеспечения безопасности, для комфортных условий работы, для выполнения функций водолазной спасательной службы. На передней дни дожинок у Мазары снова запветнели каштаны, что надало городу особливый шарм. Когда дать яше и солнечное надворье, на доход свято особливо отшивается. Дальше, паша с подрыхтовки, мясовые коммунальники расфорбовали и фасады некоторых десятков жилых домов. Отрималось не просто пригоже, але и оригинально. Жихары обновленного Мазара кажут, своею малой родимой я не вельми гонорадца. Нравится очень. Он чистый, красивый. Все здесь прекрасно обустроен. Очень хорошо. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель» из Мазара. Именные приватизационные чеки «Майомость» до конца года можно обменять на акции предприемств. Обхудким завершения их обращения нагадывая комитет «Гомеля» был «Майомость». Выдача чеков «Майомость» отбывалася с 94-го по 97-й год. За гатыша с белорусами, які проживали в Гомельской области, было выдадено амаль 70 миллионов ИПЧ. Сума чеков залежала от взрослого, працонного стажа и інших факторов. Невыкористанной на сёняшний день засталась третья частка чеков. Специалисты рекомендуют не мароновать час и обменять их на акции предприемству. Для того, чтобы произвести обмен имущества на акции, необходимо обратиться в Беларусьбанк, при себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат чеков. В последующем эти акции можно продать при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг через торговую систему Беларусской валютно-фондовой биржи. Государство также осуществляет продажу принадлежащих ему акций тоже в торговой системе Беларусской валютно-фондовой биржи. Буквально 7 октября состоятся аукционы по продаже принадлежащих Будокошелевскому району акций ОАО «Агрохимуслуги» и Будокошелева «Агросервис». Перед тем, как сделать выбор на корысть того и иншого товариства, лучше всего, знакомиться с выниками его финансово-господарской деятельности на одном портале финансового рынка. В Гомеле прошла спортивно-патриотичная акция «Разом за Беларусь». Старт мероприемства дал легкий атлетичный забег. Финал акции – регата с флагами профсоюзов и державной символикой краины. На набережной Ракисош свята, музыка, флешмоб от школы танца, а так само юнаки и девушки, для которых спорт – неотъемная частка життя. Организатор акции – Гомельское областное объединение профсоюзов. Это на годы заявить молодому поколению об важных каштовностях, мостное здоровье и мир народной земли. Она была организована с участием всех профсоюзных школ. Они вышли с инициативой, мы поддержали. И таким образом мы говорим за здоровый образ жизни и за нашу красивую, любимую Беларусь. Удельники регаты молоти, которая научается в Уздюшар профсоюзов по академическому словам, школах «Дельфин» и «Омега». И они не рыхтовались до мероприемства попередни. Акция – приемная спонтанность. А кроме того, организаторы подкресливают, что это первое – все свято. Тут нема тех, кто проиграл. Чисто, скажем так, акция «Мы вместе». Вот поэтому все школы едины, то есть децентрированного процесса нету. То есть это дружеская акция. День здоровья – кульминация областной профсоюзной акции «Калим и разом». В Брагинском районе заявилась каплица. Это память об спаленных населенных пунктах рудни Журавлевой. Миновата тут побудованная каплица. Так само в Лубениках, Майске, Мрагозине и Токлинове. Два года тому тут открыли сквер памяти, як напомин об воинах, які змагалися за перемогу наших землях. На камяне выбитые их имены. А летосе у рудни Журавлевой заявился помник мясовым жахарам. Это больше 230 человек, які отдали свои житти зеля миру для своих нашатков. Каплица – шарговый объект гэтага Мецу Гонору и Смутку. Об ей и будовництве Мары Левязковцы. У вас обид задумку уже тёда помогло Гомельско областное отделение Белорусского фонду миру. Мы присутствуем на мероприемстве, которое мы начали проводить фактически три года назад, как начались годы Малой Родзимы. Мы решили увековечить память наших земляков, которые воевали на фронтах. Пошло с этих пяти вёсок, они были ещё подчас войны спалены, до речи. На войну пошло 234 человеки, только 40 вернулись живыми. А ле мы на эти гранитные плиты нанесли ещё 234 фамилии. Отзнашить юбилейную дату футбольной истории Гомеля и увидеть премьеру спортивной драмы «Стральцов». У кенетатра имя Калинина прошло великое святое под названием «Футбол больше мгульня». Промеркованное до 110 года первого футбольного матча у Гомеля, который поклав початок развития этого вида спорта в Белоруссии. На мероприемстве побывала Ганна Корольчук. В червяне 1910 года у Гомеля прошёл первый футбольный матч, который поклав початок развития футбола в Белоруссии. До этого юбилея в фее кенетатра Калинина зарабили выставу материалов про историю гомельского футбола. Уникальными архивными кадрами и экспонатами поделились от чемпион Белоруссии по мини-футболе сиротнофтовиков Вячеслав Мишарин и спортивный журналист Сергей Вершинин, который сбирал свою коллекцию около 50-х годов. Есть первая фотография гомельской футбольной команды. Это 1914 год, гомельский спорт. Эту фотографию мне удалось в Москве достать. Когда-то в своё время я ездил специально по биографии одного человека гомельского, одного из пионеров. И вот у жены его сына я эту фотографию нашёл, которая сейчас везде фигурирует, как первая футбольная команда Белоруссии. Дополнили экспозицию сучасные репортажные сдымки фотокорреспондента гомельских ведомостей Ганны Пащенко. Для гостей так само подрихтовали гульнявую фотозоны. За полгодины до премьеры можно было попробовать забить гол профессийным футболистам и сделать селфи. Убачить киностушку пролегендарного советского футболиста Эдуарда Стральцова пришли и те, кто ведал его особиста. Олег Яустраты в 1986 году запросил команду ветеранов советского футбола приехать у Хойники, как сгулять с местовыми спортсменами. В составе команды были знаменитые футболисты по тем временам. Один из них – это яркая звезда – это Эдуард Стральцов. Игра интересная была, зрителей было очень много. Там вот стадион у нас вместимость был 3000 человек, а присутствовало не менее 5000. Стояли, на заборах висели и так далее. Вот интерес был огромнейший. Это интерес, понятно, к кому? Эдуард Стральцов. Это очень харизматичный человек, очень интересный, добрый по натуре человек. В кинозале гостей с устроенной тематичной программой. А ветеранов гомельского футбола повиншовали со значной датой, подяками и кветками. Далее начался показ. Российская стушка Стральцову рассказывает историю 20-ти годовой зорки советского футбола, карьера, якого была яркой и мкливой, але трагично короткой. Створила фильм «Киностудия 3Т», якая ранее подарила глядачам легенду номер 17 «Экипаж» и «Руху вверх». Ролю знакомитого футболиста выконал Александр Пятров. Фильм покажет во всех личбовых кинотеатрах региона. Ганна Кральчук, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Новые махшимости, программы и проекты. Сегодня телеканал «Беларушия Терегомеля» означает первый юбилей. Пять годов тому он почал свою работу с выпуску новинов в прямом эфире. До речи, урошистые открытия шатверки так само отбылось в пятницу. За пять годов не только изменился контент, появились новые сучасные студии и техника. Зменився и погляд на тележурналистику. Дякуючи махшимости самостоянного вяшания, корреспонденты могут уособлять свои проекты, распрацовывать новые программы, развиваться и повышать профессионализм. Гостями телестуды за этот час становились самые разностайные люди. Литерально у каждого человека есть махшимость стать героем телепрограмм и ток-шоу. Для этого в редакциях створаются новые социальные, культурные, экономичные и спортивные рубрики. Журналисты телеканала «Беларусь 4 Гомель» саправды живут проблемами и интересами своих глядачов. В Гомеле и в сетях кабельных операторов именно города сейчас мы вещаем в Гомельской области. Мы присутствуем в интернете, на мобильных платформах. У Гомельской гимназии номер 51 пополнилась материально-техническая база. Дякуши Перамозе и Ли Мазура у интеллектуальным шоу «Я ведаю». Тут явилась интерактивная панель «Мультиборд». Я ей передали установки представники «Белтелерадо» компании. Я шевесной у столицы ля передали все туры телевикторыны и супергульнюся род параллели девятых классов. Зараз и он в учене лице БДУ Минска. Он был любимцем у нас в классе. Ребята его просто обожали, потому что он очень интересный. Он неординарный, он непосредственный, он очень обучаемый. И можно сказать, что информацию черпает из воздуха. Очень много читает, много чего знает. И, наверное, победа Ильи – это в большей степени его заслуга, потому что он очень много самостоятельно занимался. 51-я гимназия в Гомеле славится досягнениями своих вушнев. И администрации вельми приемно, что закладенные ими зернятки ведов приносят такие выники. Дарыш, у гимназии уже есть несколько мультибордов, и их активно выкористовывают. Таким приятным сюрпризом для нас стала победа Ильи Мазура в этом телевизионном проекте, я знаю. Сейчас в администрации подумаем и подарим на тот кабинет или тому учителю, который действительно продвинутый в этом направлении, который действительно будет в панели стоять не для красоты, а для работы. А поскольку у нас учителей достаточно много по всем предметам, поэтому я думаю, что панель найдет своего достойного хозяина. Тренеры Ильи, знакомитые гомельские знаутцы Леонид и Тамара Клеймовичи, которые на протягу долгих годов займались с хлопчиком в клубе интеллектуальных гульнях «Белая Рысь». Команда Ильи Мазура шмат разов становилась переможцем телевикторыны «Рудит-пятерка» на нашем телеканале. Убачить старт «Восинской серы» гульни можно уже в эту неделю, 27 вересня, в 12.01-15 хвилин. Сегодня в Гомеле отбылось урочистое открытие мемориальной дожки «Гонор» Виталя Кляблеева. Его видели, как талиновитого организатора и керавника, который сделал значный уклад в развитие гандли и громадского харчавания Гомельщины. Займал посаду у Абл-выконками. В 90-е годы створил первую в Украине Гомельскую областную господарскую асоціацию «Громадское харчавание». На встрече присутничали родные Виталия Антоновича, были и те перешние представники улады разных узровнев, от мясового до республиканского. Хвили на маушанне и в складанне кветок, дани на поваге человеку, який на завсёду вошёл в историю в области. «Значимость сегодняшнего события заключается в том, что этот человек, работая в сложных условиях, отдал очень много труда, знаний и здоровья для того, чтобы получить результаты удовлетворения человеческих душ в тот период жизни, когда он этим занимался». Белорусская чагунка с 27 вересня по 26 Кострышника запустит новый тягник. И он звяжет три областные центры – Гомель, Могилёв и Витебск. Состав будет отправляться с Гомеля по неделях в 17.16 и пребывать в Витебск в 23.26. В отворотном накерунку с Витебска в понеделок. И о полове 8-й годины тягник прибудет в Гомель. Припинки запланованы на станциях Будока-Шалёвска, Жлобин, Рогачёв, Быхов, Могилёв, Шклов и Горша. Кошт проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска складе амаль 11 рублёв, а у Купейным – крыху больше за 15 рублёв. У Гомеля подвели выники чемпионату по службовым шматборье кинологов. За узнагороды змагались команды внутренних и пограничных войсков, а так само департамент Таховы. У каждой по три кинологи и два собаки. На протягу трёх дён яны проходили шарых выпробований, у сирот яких – пошук наркотиков и выбуховых речевых, полоса пирожкот, затримание порушальника. По выниках с поборництва – первое и третье место у военных – 6,55-25. Сергей Краушенко с собакам помянушцы Барт забоевали золото. Спортивная пара Сергея Киселёв и Ника отримали бронзовую узнагороду. А вот серебро у Андрея Крупенни и Бруса – представников сборной департамента Таховы. Эти инши новины, информацию о проектах Толярадо компании Гомелева можете знасти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле водитель легковушки сбил двух детей на переходе. 47-летний гомельчанин двигался по улице Богдана Хмельницкого. Перекрёсток он проехал на красный свет и не уступил дорогу пешеходам. В результате чего водитель «Рено» сбил двух детей. Пострадавших доставили в областную детскую больницу. После осмотра 10-летнего мальчика госпитализировали. А 11-летнюю девочку отпустили домой. По предварительной информации, мальчик и девочка переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, обозначенными дорожными знаками и разметкой на разрешающий зелёный сигнал светофора. В результате наезда оба пешехода получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Очередная неосторожность при курении стала причиной гибели человека в Светлогорске. Сотрудникам МЧС поступил вызов. На территории домовладения по улице Руднянской горит хозяйственная постройка. Возле неё ещё до прибытия пожарных хозяйка дома обнаружила сожительницу своего брата. Женщина госпитализирована с ожогами. В постройке под строительными конструкциями спасатели обнаружили брата хозяйки дома без признаков жизни. Пожар локализован, ликвидирован спасателями. В результате пожара повреждена кровля, повреждены стены, имущество хозяйственной постройки. Причина пожара устанавливается. Рассматривая версия причины пожара, неосторожное обращение с огнём при курении. В Гомеле в жилом квартале нашли семь промышленных термометров. Горожане сообщили спасателям о находке во дворе по улице Олимпийской. Термометры лежали возле мусорного контейнера. У трёх из семи была нарушена целостность. Работники МЧС сделали замеры паров ртути. Превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Приборы изъяты для утилизации. В Гомеле у ребёнка застрял палец велосипедной цепи. Потребовалась помощь спасателей. На детской площадке малыш подошёл к двухколёсному средству, засунул безымянный палец с левой руки в велосипедную цепь и прокрутил педаль. В результате чего палец оказался зажат. Самостоятельно достать его не получилось. Работники МЧС при помощи ручного гидравлического инструмента палец извлекли. Ребёнок госпитализирован. С сегодняшнего дня стартовала массированная отработка двух дорог. Р-124 – ветка Добрыш-Тереховка, граница России и Украины. И Н-4103 – Сосновка, Абакумы. Цель мероприятия – пресечь нарушения правил дорожного движения. В работе сотрудники ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД. Наряды будут выставлены в местах с наиболее повышенной вероятностью ДТП. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище Борщовка войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 28 по 30 сентября. Время – с 10 до 18 часов. Объект расположен вблизи населённых пунктов Якимовка, Чижовка и Борщовка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. Гомель и Металлург с победами в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге позади очередной игровой день. Прессе принимали у себя Неман. Гости забросили первыми. Наш Гирей на 12-й минуте открыл счет. Отыгрались хозяева на экваторе второго периода. Сушко сравнял цифры на табло. А под занавес второй-третьей матча Нестеров забросил решающую шайбу. Победа 2-1. И Гомель сохраняет за собой лидирующую позицию в таблице чемпионата. Металлург благодаря виктории на Динамо Молодечно поднялся с пятого на третье место. В основное время соперники сильнейшего не выявили. А в овертайме Заламай сотворил шедевр и принес победу с Толиваром 3-2. Завтра стартует игровая программа 25-го тура. Чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги Мозырьская славя отправится в Городею, где встретится с местным одноименным клубом. Игра стартует в 16-0-0. В турнирной таблице Мазыряне на 12-м месте соперник на 14-м. В первой лиге все матчи 19-го тура состоятся в один день, в субботу. Сразу два поединка претендуют на статус центрального. В Речице сыграют первая и пятая команды чемпионата. Спутник принимает Локомотив. Начало в 15-30. В 17-0-0 в Минске сыграют Арсеналы и Крумкачи. В табеле о рангах команды располагаются на третьем и втором местах соответственно. Поединок между Пинской волной и Гомелем также не без интриги. Зелено-белые, идущие на четвертом месте, опережают Пинчан лишь на три очка. Светлогорский химик, замыкающий таблицу чемпионата, в 19-м туре ждет в гости Оршу. В чемпионате страны по мини-футболу в предстоящий уикенд пройдут матчи четвертого тура. Представители Гомельской области свои поединки проведут завтра. ЦКК поедет в гости к Борисову 900. ВРЗ принимает у себя столичную охрану «Динамо». Матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начало в 15.00. Спустя два часа в Орше стартует противостояние местного Витена и БЧ. Завтра начинается чемпионат Беларуси по волейболу среди мужских команд в дивизионе «Б» гомельских болельщиков. В первом же туре ожидает дерби. С дешёра энергия принимает команду «Газовик Гомель». Новичок готовится к дебюту во втором по силе дивизионе национального чемпионата. Коллектив, который возглавил хорошо знакомый гомельским болельщикам экс-наставник «Энергии» Дмитрий Лихорад, сформирован из работников предприятия «Газпром Трансгаз Беларусь». Главная задача – подготовка команды для участия в корпоративных турнирах. При этом и в чемпионате Беларуси газовики намерены пошуметь. Цель будет подняться повыше. Пускай это первая лига, но тем не менее руководство очень амбициозное. Возможно будет и дальнейшее развитие, и поднятие этой команды в заявление высшей лиги. Домашние матчи «Газовик» будет проводить в спорткомплексе «Локоматиев», тренироваться в спортзале «Гомельводоканала». После заявки «Газовика» в чемпионатах страны количество команд из Гомельской области возросло до семи. Причем три коллектива выступают в дивизионе «Б» мужского. Чемпионаты – это «Газовик», «Сдушерэнергия» и «Бумпром». Появление новой команды – это большой толчок к развитию, популяризации и к интересу наших жителей, граждан, к нашему любимому виду спорта. Появление команды «Газовик» и то, что она базируется на базе «Гомеля» для нашей областной федерации – несомненный плюс. «Сдушерэнергия» и «Газовик» сыграют между собой завтра на паркете спортивного зала «Гомельводоканала». Начало в 16.00. В «Гомеле» проходят открытые чемпионаты первенства области по троеборью в памяти чемпиона спартакиады народов СССР Александра Равыкина. Спортсмены борются за награды три дня. Вчера всадники выступили в дисциплине «Манежная езда». Сегодня прошел второй день турнира «Полевые испытания». На этом этапе спортивные пары преодолевали дистанцию с неразрушаемыми препятствиями на пересеченной местности. На соревнованиях в областной центр приехали 22 пары. «На эти соревнования к нам приехали спортсмены из РЦОПа, это Минская область, спортсмены из Могилевской области и наши спортсмены. Нашу школу представляет мастер спорта международного класса Александр Фоминов и молодые спортсмены Лукьянов Алексей, Василевская Маргарита». Завтра турнир завершится конкуром. Победителем станет тот, кто наберет наименьшее количество штрафных баллов за три дня. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.